На столах MX-21 Linux. Вот в данный момент я сейчас нахожусь на рабочем столе X-Face. Вот у него такая вот характерная картинка. Вот так вот выглядит менюшка. Ну и настроенная умною рабочий стол. Значит, здесь вот находится моя любимая, я ее, помню, долгое время делал под себя, значит, коночка. Да, значит, она, значит, вот у меня располагается вот здесь, в самом низу. Вот она. Здесь, значит, когда ее будете настраивать, нужно будет сделать следующее. Вот в графе Network вот у меня стоит VLAN-1, хотя предполагалось VLAN-0. Ну, а вам придется, значит, попробовать VLAN-0, VLAN-1, VLAN-2. Ну, а что у вас будет, как говорится, работать. Вот и все. Значит, рабочий стол довольно-таки стандартный. Вот я сейчас закрою его и посмотрим, какие, значит, вот характеристики у меня имеются. Ну, первое, значит, я включаю вот лупу и через лупу посмотрим. Ну, здесь все видно. Значит, месяц, число, год, день недели, время, какая, значит, там версия. Сколько, значит, там градусов температура процессора, сколько я в сети нахожусь уже, вот 17 часов нахожусь. Дальше, значит, как задействован центральный процессор, оперативка. Это, несмотря на то, что я сейчас веду запись, как используется своп. Вот у меня своп на 8 гигабайт. И только там 48 мегабайт у меня используется. Очень крошечная. Это, значит, что имеется в корне. Значит, в корне у меня 50 гигабайт. И занято только 9,8. Ну, грубо говоря, 10 из 50. То есть, одна пятая часть используется. В домашней папке у меня 131 гигабайт. И занято только 24. Вот. Вот так вот выглядит рабочий стол X-Face. Значит, сейчас я покажу еще несколько рабочих столов и покажу, как между ними гном. Значит, ну, что я хочу здесь сказать. Значит, это довольно-таки удобная рабочая среда. У них, значит, вот здесь есть вот такая вот штучка удобная. Вот. Менюшка. В менюшке имеется очень крупные, сочные и яркие значки. Поэтому вот для людей, у кого зрение не очень хорошее, вот это я могу порекомендовать. Тут очень ясно, все там это понятно, дело, как говорится, написано. Если, значит, что-то там не можете найти, то, пожалуйста, значит, вот, можно, допустим, в меню набрать там, ну, первые там какие-то там встретившиеся там вам буквы. Ну, например, вот, бр, брейв-броузер, нажать. И попадаете на менюшку брейв-броузера. Значит, здесь, опять-таки, на русском, на английском, все это понятно. Значит, тут значок сети. И что-то там непонятное. Ну, можно так вот еще раз смотреть значок там сети набрать, там, посмотреть громкость и прочие параметры. А если что, ну, обратно можно вернуться в меню и провистать. Вот. То есть, вот, довольно-таки удобная рабочая среда. Гном. Ну, скажем так, для любителей. Лейки. Вот. Просто вот я вам показываю, как все это дело выглядит. Ну, ладно. Перейдем к следующему рабочему столу. Вот так выглядит рабочий стол Плазма. Вот. Ну, тоже неплохой рабочий стол. Менюшка у него вот таким вот образом устроена. Значит, Ну, Плазма или еще второе название этого рабочего стола Кеды, КДЕ. Cool Desktop Environment или так называемый крутой рабочий стол. Ну, вот, лично у меня, значит, был вот такой вот момент. Так. Вот. В коночках. Когда я, значит, пытался его поднастроить. Прозрачности. Сейчас покажу еще получше было, чтобы побольше виднее. Вот. Прозрачность. Вот. Насчет прозрачности. Значит, тут были у меня проблемы. Показываю. Вот у меня стоит transparent прозрачное. А всевдопрозрачное применить. Вот видите, что получается. Получается какая-то там чертовщина. Дальше. Полупрозрачное. Ну, вот. На полупрозрачное. Но, тем не менее, вот темный фон, вот этот вот, он остается. А если я назначу полностью прозрачное, все равно остается черный фон. И ничего вот на кедах мне сделать тут не удавалось. Как видите. Ну, скажем так, это не столь уж и плохо. В принципе. Вот. Но на кедах многие любят работать. Вот. Я, в принципе, ничего против этого рабочего стола не имею. Сейчас я перейду на еще один рабочий стол. Посмотрим.